Презентация, она просто, действительно, ударила сильно по многим, по сознанию людей. Как так, такие люди прекрасные, которые добровольцы, волонтеры, могут быть преступниками. Вы понимаете, могут быть. Вот надо просто всем привыкнуть к нам, что это может быть. Они такие же люди, как и все. Да, они воевали, да, они отдавали. Многие из них, кстати, погибли на фронте, действительно. А как, кстати говоря, в ту Вторую мировую войну гибли в штрафбатах люди, которые были преступниками, тем не менее, они гибли на фронте, да. Некоторые из них искупили вину, как раньше говорили, а некоторые нет. Они возвращались потом с войны и продолжали убивать, воровать, грабить, все что-то было. Война на самом деле переворачивает общество все. Оно переворачивает, я бы сказал, знаете, люди хорошие становятся лучше, а плохие хуже. И мы их можем сразу не увидеть. Это может быть красивая картинка. Вон там парень слез с автоматом 95-й бригады, 6 раз судимый до того, с 17 лет первая охотка. Да, он же не изменился от того, что он взял в руки автомат и защищал Родину. Нет, он вернулся с войны и продолжает заниматься тем, чем занимался. Это очень непросто осознать. Знаете, это не черно-белая история. Поэтому нам надо привыкнуть к тому, что действительно герой войны может быть преступником, а преступник героем войны. И не бросаться каждый раз на красивый пост в фейсбуке, на красивые, на красивые слова о том, что да я же его знал, а он же не мог. А знал человек, который об этом пишет, так кажется, знал его два года, совершенно не зная, чем он занимался предыдущие 46. Надо быть менее доверчивым. Это тоже правда. Надо больше слушать, больше смотреть и больше думать. Ну, это такое общее соображение для всех. А, сын Борисович, у меня вопрос такой. Знаете, перед вашим вопросом я просто не могу, я скажу. Позвольте это очень горько осознавать, то, что вы говорите. Это абсолютно так. Я создавал большинство добровольческих батальонов в 2014 году. Это была необходимость для нас, для всех тогда, когда людям нужно было вставать, защищать нас. И в том же году мы расформировали батальон «Шахтерск». Я расформировал его своим приказом за мародерство и за издевательство над людьми. Значительная часть этих людей сейчас осуждена в тюрьме сидит. Ну, мне все время страшно и больно, когда говорят, а, батальон «Шахтерск» – подонки. Не подонки. Потому что 17 человек под Иловайском из них погибло в атаке. Поэтому жизнь не черно-белая. Да, да. И нельзя всех действительно вычесать под ногу ребенку. Это судьба каждого человека в отдельности. Вот по каждому надо говорить.